здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о важном важно это наша природная среда в которой мы существуем и как сделать так чтобы природная среда была нам в помощь чтобы не искали тех кто вдруг заблудился и конечно же речь идет о грибах говорят что в этом году очень много грибов и не только грибники опытные которые ну им трудно заблудиться но и совсем неопытные отправляются могут легко потеряться в лесу что сделать чтобы этого не допустить а уж если потеряться как найти ну и конечно же пока еще вот-вот должен начаться топить на сезон лето как-то затянулось практически у нас на весь сентябрь прошел без вот этого вот холодного периода но говорят что октябрь будет уже холодным а там ноябрь значит топить на сезон а это значит поговорим еще профилактики возгорания в общем во всех проблемах которые связаны с мчс у нас гостях полковник запаса игорь абрамович там чук заслуженный спасатель россии советник начальника московской областной спасательной службы и человек который очень я даже пригласил его уже до начала нашей программы в отдельную в эфир в отдельный эфир чтобы мы поговорили потому что на его веку было все и чернобыль и многие другие катастрофы в ликвидации последствий которых он принимал участие но сегодня говорим о нынешнем времени здравствуйте разуйте вот скажите пожалуйста это же правда что кто грибы вроде какое влечение но есть люди которые прям до что называется в промышленных масштабах специально готовится есть новички это правда что в этом году как-то грибников больше стал я по опыту прошлых лет я вам скажу что этот год как никогда выдался грибной естественно учитывая то что во первых подмосковье выезжает такое же количество наверное жителей сколько подмосковье живет москвичей это дачники это грибники это любители походов просто в лес это на рыбалка и охота плюс погода хорошая прекрасная погода в этом году выдалась что грибы просто как говорят народе пруд до жду пока их да и вот к сожалению к сожалению это прекрасное так сказать мероприятие а грибы вкусный до время привождения хорошие время провождения хорошие и грибы жареные грибы вареные грибы соленые это все а потом маринга ты сюда но к сожалению сборах не всегда заканчивается удачно и вот я приведу несколько цифр давайте вот что вот с января по конец сентября этого года включительно на подразделение нашей московской областной против пожароспасательной службы привлекались к поиску 940 потерявшихся ого потеряешься природной среде в том числе 55 детей возрасте до 18 лет 940 человек до или в наш вот этот века у нас или в нали я всех всех гаджетов средств связи привлекались для поиска спасателей почему ну понятно большинство населения сегодня современная там все гаджеты есть туристические курсы указатели там все что угодно связано с глонассом и так далее люди просто с хорошей ориентации знают элементарные правила но в основном вручает конечно гаджеты но к нам сегодня все они же должны быть заряжены и разряжены конечно это ниже я скажу так вот с 1 июня по 27 сентября наши люди как я сказал уже вывели из леса 888 человек из тех 940 которые потерялись 107 вышли сами это люди которые вышли опять-таки иногда и с помощью наших спасателей пожарных почему приезжает наша машина на крайну леса подает сигналы решает маяки если это вечернее время и люди на звук ориентируются выходят потом если самое главное мы с ними держим телефонную связь и сразу вопрос вы слышите гудки сиренов тогда я слышу вот пожалуйста идите на это а спасатели идут навстречу таким образом интересно встречаемся так вот значит к сожалению чаще всего подмосковных лесах терялись люди солидного возраста от 60 и даже до 93 лет пример приведу гаджетами проблемы на августе-сентябре спасатели привлекались поиском 92-летней женщины в городском округе клин и 3 90-летних граждан талденском раменском сергий посадском района такие пожилые люди идут в лес вот но понятно что спрашивать у них про глонасс и про все остальное не приходится поэтому они идут видимо потому что уверенно всю жизнь ходил и снимать и люди уверенно идут но забывает о своем возрасте забывает о своих болезнях забывает о том что в лесу в лесу может внезапно от избытка кислорода закружиться голова тут иногда чуть-чуть отъезжаешь а дальше городов да и даже сам зеленый свет круговорот потом это не таскать неписанное правило правой ноги человек начинает по кругу ходить невзора не нашла думать что идет прямо а он идет правая нога у нас такой и это определили психологи почему человек по лесу ходит кругом вот это вот негласное правило правой ноги то есть он идет для правшей наверно он идет отделившей по левой да ему кажется что он идет прямо на самом деле он видите почему человек кружится по лесу вот по этой причине я вам даже вот эти и прошу сейчас мы вернемся к цифрам а как же вот когда я помню нас учили там мог засеки всякие дела и равенном и об этом я вот хотя немножко не русская хорошо прошу эти правила сахар сохраняется мы знаем что с южной стороны был больше веток для северной стороны там мог потому что там сверху холодно так далее но сегодня не все это знают либо вдруг отрубается это или логически в этой как бы будем горько человек потерялся у него первую очередь стресс начинается испуг вот я ниже скажу что хорошо прежде побороть испуг собрать все свои знания в голове что мы помним и ориентироваться если нет одно бывает такая ситуация человека сел телефон хотя хотя вот я бы хотел цифры закончить а потом да 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 вот смотрите значит и зимой и весной на поиск потерявшиеся спасатели пожарные визжали чаще всего куда городские округа щелково ступина дубна мажайский волоколамская округа летом к ним еще добавились но самые наши грибные места это в основном будем так говорить восток северо-восток подмосковья где леса самые у нас большие орехозуевский сергей посадский дмитриевский но и тут же и на рафаминске там тоже серьезные леса реки прекрасная рыбалка я знаю на рафаминском районе рыбаков там хватает да а также округа истра колонна чехов клин-егоревск вот в общем то самый такой загруженный дачными и товариществами и садовыми это восток московской области вот и в общем то и часто мы ищем вот этих самых садоводов которые пошли за гриба которые пошли за грибами и к сожалению знает свою дачу знаете она находится на соседний лес не знает и выходит на гинске вышел в лес а находим мы его за черноголовкой а тут еще такой интересный момент когда человека ну что вот берем трезвый человек все нормально здоровый человек там средних лет это что его вот захватывает сама когда вот тут гриб и он идет идет как будто бы грибы его куда-то ведут и он может много времени пройти просто даже не обратив внимание сколько нужно километров прошел понимаете в любом занятии таком есть азарт вот азарт рыбалка сбор грибов вот другие какие-то увлечения просто прогулка по лесу сбор там может быть какие-то ягод или там орехов за орехами тоже доводят вот но есть общепринятые правила особенно сейчас который нельзя никому нарушать ну как бы мы знаем по даже нашим древним сказкам сказанием лес всегда была опасность представляла человека люди боялись леса почему ну во первых там дикие звери всегда пугали что в лесу какие-то чудища живут и так далее это раньше сказав сказали сейчас и поэтому лес всегда старались чуть-чуть отодвигаться от него расстояние он соответственно лес преподносил свои законы и правила поведения сегодня вот в нашем цифровом как говорится в мире очень много средств для того чтобы нормально чувствовать себя и в лесу вот по крайней мере есть возможность связаться во первых если вы как бы ну потерять действительно чувствуете что потерялись и даже с обычным телефоном можно позвонить 112 можно позвонить 101 вот вас опросит диспетчер а вот как кстати я прошу прощения потому что это очень некая с важный момент когда человек вот еще не поймем не понимают потерялся он или нет сначала он может быть стесняется звонить потом он дозванивается а что его спрашивают что он может ответить ну в лесу я нахожусь и в лесу ну наши диспетчеры задают вот диспетчер 112 или диспетчер пожарной охраны они спрашивают где вы каком месте входили в лес а сколько времени сколько времени мы есть определенный параметр по которому по нашу по лесу человек идет со скоростью ну три два с половиной три с половиной километра в час поэтому для чего диспетчер спрашивает ага вы входили там то в такого за такой-то деревне в каком направлении вы пошло я пошла перпендикулярно дороге и уже диспетчер передает информацию поисковикам они уже примерно знают где человек может быть за вот этот отрезок времени то есть это элементарная таскать вещи которые ну необходимые и они спрашивают как вы себя чувствуете сколько вам лет если вопросы да есть то есть вопрос а куда лучше звонить 112 112 потому что диспетчер 112 она соединяет со всеми службами она может сразу подсоединить и скорую помощь и полицию если есть такая необходимость потому что неоднократно мы проводили поисковые работы вместе с сотрудниками полиции с работниками причем лес лесного ухода потому что всякие моменты были вы знаете по нашей жизни когда в лесах были определенные контингент товарищей не совсем ведущих правильный образ жизни это могло вызвать определенные таскать опасений со стороны правоохранительных органов вот но когда человек на связи и он говорит что он один потерялся вот ушел за грибами вот эти элементарные вопросы задаются как правило диспетчер себя говорит прежде всего надо успокоиться вот вспомнить откуда вы выходили вот если у вас телефон системой глонасс чтобы посмотреть где вы находитесь потому что а то есть вы можете если он эта система будет работать то вы сможете его просто . найти вода во первых сейчас в аппаратуру 112 есть такая способность определять местоположение потерявшись она привязана к матч там все сотовые связи и по значит сигналу этого телефона определяется ближайшая сотовый матч на че это позволяет спасателям хотя бы примеру же это мы знаем вот я позавчера был по служебным вопросам штатурском управление мы ехали очень длительный период связь пропала полностью то есть этих матч там нету там когда-то было предприятие шатур торф вот и в общем то там и населенных пунктов особо нет а но и связи нету интернет пропал тут пишет извините тут пишет извините везде извините да но ближе к дорогам ко всем сейчас вы знаете что стараются ближе к дорогам и ко всем дорогам как правило связь появляется вдоль дорог и так далее и поэтому когда мы заходим ну туда где мы можем найти свое местоположение как правило геолокация геолокации да мы себя находим вот пожалуйста я себя нашел где я нахожусь не раскрывайте тайну где вы на по камере душу и в люберцах все видно я это вот хорошо что-то важный вопрос если например но мы знаем да когда у нас нет связи там написано иногда только для звонков 112 например да это работает это работе это работает да я сам это проверял мне тоже интересно было все это знать это работает отвечает 112 ближайшие причем то которая в зону действия который попал наш телефон то есть этой связи потому что бывает иногда находишься на территории доведу к примеру богородского округа а 112 снимает на границе 112 снимает электростальская почему у нее ближняя сотовая нам важно чтобы этих было покрытие постепенно становилось все гуще и гуще чтобы сделать небольшую паузу и продолжим очень интересное спасибо очень тесный рассказ у нас в студии игоря в раньше там чук полковник запаса заслуженный спасателя россии действующий заслуженный спасатель советник начальника московской областной спасательной службы говорим о грибниках а тех и не только грибниках которые отправляются в лес кажется как-то смешно даже сказку напоминает но поверьте это очень опасно сделаем небольшую паузу вернемся напомню что эта программа открытый диалог у нас студии игорь тамчук полковник запаса советник начальника московской областной спасательной службы вот у меня еще такой вопрос отталкиваясь от того что мы в прошлый раз говорили но например семья отправляется в лес и не один человек а вот они просто теряют еще друг друга в лесу вот как здесь тогда работает а телефон например у кого-то одного ведь может быть такой вы знаете здесь много вариантов но прежде всего мы советуем всем но прежде всего чтобы пожилые люди не ходили в лес одни обязательно с ними кто-то должен быть управлять чуть ли не за руку держали если идет семья и особенно если есть дети вот дети мы всегда говорим везде на реке в лесу рядом должна не должны быть пределах видимости то есть отец и мама должны этого ребеночка виде любую минуту у нас тонут дети понимаете мы всегда говорим у нас вот есть такая акция когда наши люди проезжают водоемы места купания и подсказывает людям как себя вести на водоеме чтобы не утонули дети вот ребеночек дети малые должны быть всегда в поле зрения родителей родители могут сесть там чай попить ну да а своего чего-то говорим поговорить да с подругами с друзьями а ребеночек сам все копался по два шага сделала там глубина метр и все а ребеночку два годика всего понимаете это случай к сожалению особенно вот это лето показала много людей в воде на воде погибло вот причин там много я не буду до уходить в эту тему а вот в лесу в лесу значит главное держаться держаться обычно пусть до перекрикивается а как мы всегда ходят нас учили я пионерский лагерь есть у нас учили в лесу а у а у петя вася там друг друга слышат все сегодня конечно практически людей у которых нет сотовых телефонов единиц у всех они есть но когда вы идете в лес надо этот телефон зарядить полностью и взять с собой еще зарядное устройство как он заряжен сейчас есть портативный зарядное устройство даже это уже без беспроводные обязательно должна быть вода обязательно если человек знает свои какие-то медицинские агрессивности да допустим весь его что-то какие-то сердечные прогресс обязательно должен быть валидол или какой-то препарат который вам прописали вот обязательно должно быть это несложно с собой взять там небольшой бинтик что-то обеззараживаю мы собираемся в поход до этой это сбор грибов это самый настоящий поход да то есть в лесу можно сказать и все что угодно падение споткнулся перекись водорода надо взять может быть может быть идет взять да и всегда это может пригодиться в любой момент вот особенно я говорю что не должны оставаться без контроля пожилые люди и дети это наиболее таскать и измиловая наша категория населения которые к сожалению у них разница дети не видят страха до определенный момент до определенного момента вот когда темно становится они тогда бояться начинает а до этого детей чувства страха не до 5 лет они усиленно взрослых уже нет чувства страха а усиленно взрослых они не воспринимается да я считаю что я уже все пережил меня ничем не испугает ну тут иначе такой важный момент вы говорили про дачных до собирателей грибов которые иногда не совсем трезвом состоянии могут отправиться в лес да вот тут тоже такое усугубление потому что потом и но это вообще двойной удар по безопасности здесь мы всегда говорим что в любом отдыхе употребление спиртных напитков это минус будь то на воде будь то в лесу потому что во первых человек теряет ориентацию у человека ухудшается память принятие же можно забыть где он зашел в лес вот и просто ему может стать плохо вот физически стать плохо от потребленной дозы алкоголя вот а если это еще человек совсем психически уравновешенный он начнет паниковать психовать начнет бегать по лесу и так далее усугубить свое положение сколько мы вытаскивали с болот потерявшийся залез болот и не знает там ведь болот никогда не было а он уже учесал туда что нашел себе болото и в этом болоте сидит и орет я вам скажу по секрету как-то раз ну не по секрету это на самом деле было лет восемь назад мы можно сказать спасли корреспондента московского комсомольца и спаслись с использованием авиации у нас был авиационный отряд сейчас его нету сейчас мы привлекаем авиацию ну на договорной основе или необходимости там разведку пожара провести но какой-то поиск и вот и тогда его нашел вертолет робинсон и нашел благодаря тому что у него был кусок газеты и спички вот этот дымок летчик все-таки увидел и тогда он дал координаты спасателям забрел болото ему говорят стой на месте никуда не ходил бы что ты видишь впереди горит тряска сзади ряска я горит как-то на бугорок вылез ну как сказать человеку иди да иди иди слышал гул какой-то вот а гул это кажется вдалеке было аэродром чкаловский но он забрел болото болото очень опасно и конечно шаг вправо и спасатели до него добрались нашли вывели но здорово поблагодарил там заметочку до написал ну еще такой по последний же вопрос и хотелось бы по поводу возгорания еще поговорить может быть каких-то других по профилактике скажите а вот эти вот способы которых я говорил там засейки какие делать или там ну если человек часто ходит хотя бы нам на заходе в этот лесной массив какие-то но чтобы узнавать потом куда возвращаться или это не работает это работает это очень правильный вы сказали способ во первых испокон веков было всегда делать люди даже в старину делали засеки для ничего сложного нет делали засеки для чего чтобы найти обратный путь если люди идут это очень просто делается сейчас продают цветные ленточки а просто цветная ленточка до кусочек ленточки 1 и потом обратно уж по крайней мере в радиус 50 метров сюда свою ленточку найдете так же на зелено выйти из леса теперь в лесу могут быть заметки лесников то есть срезанное деревце и на нем нарисован срублены такие бомбака белой краски написано 43 и когда вы потерялись вот я ничего не знаю где я чего но здесь столб стоит на нем цифра 43 все они сейчас открываются карту лесного хозяйства вот они эти лесные квадраты сорок третий квадрат уже спасатели зайдешь хорошо ну такой вопрос а животное че делать-то но не будем брать уж самый страшный вот ну лось где-то рядом никто же не знает как он себя поведет вы знаете категорически к животным подходить нельзя и стараться сделать все что даже если где-то рядом лучше остановиться зайти за дерево почему животным лесу также боится человека как это как человек боится животное любом побольше любой зверь до любой зверь ну мы не говорим о хищниках волка здесь он увидит он и то есть он сыт и он ничего нет а если он голодный могут быть всегда принимает за дичь но не будем а грустно а у нее животные которые просто надо не заметить их когда лучше и лучше это сказать от них подальше не пугать их не вот это не делать как у нас любят знаете особенно это знаете с кем со змеями никогда не надо на змею нападать не надо и никакой палкой бить надо просто от нее отойти и обойти почему змея она сугубо таскать мирное существо но почему-то возникает вот почему змеи кусать людей когда они идут на в атаку на нее либо сильно наступил тут уж ничего не скажет но когда хватает пруд начинает и это или палку там тогда не надо их трогать во-первых змеи приносит большую пользу вот они как бы санитары леса с одной стороны с другой стороны тут уже наша наша надо трогать до наша ну сожители наш да понятно в общем про лес вроде бы все все знать я очень благодарю вас за то что вы напомнили и предложили еще новые варианты честно говоря давно уже не говорил я на эту тему ни с кем о том что можно потеряться в лесу и вот вот такими способами найтись давайте еще поговорим о вот этот отопительный сезон жилой сектор до или дачный сектор где люди еще не совсем вошли в зимний период с пожарами вот с этими возгораниями много чего происходит вы знаете происходит много я конечно с учетом нашего времени вам скажу что для нас для пожарно-спасательной службы тяжелый момент это начало холодного сезона когда люди продолжают выезжать на свои дачи или живут там постоянно мы сейчас знаем очень многие люди сдают квартиры в городах живут достоянно садовых товариществах где есть газовое отопление одна система где нет его где топят дровами электричеством другая совсем другая система вот но все это так или иначе это все пожароопасно и я уже отдельно не буду эта тема длительная когда долго вернее когда на новый год тут привозят на даче эти фейерверки и салюты это тоже создает опасность пожаров но самое вот сейчас это начало отопительного сезона то есть должны быть проверено у кого из печи камины вот надо все щелки замазать там где выход труб вот проверить трубы вот если не знаете сами как сделать специалистов тогда знаются можно найти сейчас в интернете кого угодно найти специалистов они есть в дпо можно об этом узнать у пожарных подскажут по крайней мере знаем что специалист в дпо могут проверить печи могут проверить состояние выходов этих печей и так далее а тут вот важно не только вот профилактика пожара до который может возникнуть еще профилактика угара да когда конечно я про что и говорю осмотреть все эти печи надо замазать глинкой все эти щелки проверить как работает тяга потому что может быть труба забита сейчас продаются называется трубочист вот такое бревнышко она продается во всех одну не во всех в крупных центрах садоводческих где он продают для есть такие разделы печи камины обязательно вот это бревнышко продается она так красиво упакованная я лично сам покупал у меня на даче тоже печка очень хорошие сделано вот я этот бревнышко когда там протопил на угли кладу и она начинает работать из трубы вылетает как из паровоза то есть она прочищает все это самое вылетает весь этот нагар вот и как бы я знаю о том что у меня тяга появилась хорошие проверяется тяга видно газета ну делая вот такой вывод исходя из того чтобы мы сегодня с вами обсуждали что если олесе речь идет то даже если у вас какой-то такой вот есть когда человек там шопингом занимается только увлечение страсть вот грибы 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 и вы вдруг пошли ну надо все-таки держать разум состоянии постоянного постоянки постоянной тренировки и назвали вам все способы чтобы не попасть в беду потому что все таки цифра которую назвали она солидно людей которые в лесу потеряли вот как никогда как никак как вот грибов много так и много потерявшихся было но понятно что служба к этому готовится думаю сейчас особенно вот но постараться нужно сделать так чтобы как вы вошли в лес так вы из него и вышли теперь что касается отопительного сезона тоже выводу к выводу приходим не надо доверять даже если вас сама там мощная самая дорогая печь я уж не знаю как назвать это или только только построена лучше сто раз перепроверить потому что это и пожар и просто безопасность вас вашей семьи ну и я так понимаю что тем еще много впереди у нас будет зима а потом уже весна приходите вы ваши коллеги я еще хочу игоря абрамовича пригласить отдельно на нашу программу потому что много много интересного расскажет о тех но историях человеческих судьбах и судьбах целых ну которые вошли уже в историю наверное чрезвычайных ситуаций ликвидацию этих последствий спасибо что пришли спасибо что рассказали нам об этом спасибо в лице вашим всем вашим коллегам за работу будем надеяться что у нас не будет проблем не уменьшится хотя бы число верно и спасибо вам что вы видите мы поднимаете это очень важно для спасения самого дорогого что у нас есть жизни наших людей и это наша работа спасать а ваша работа помогать нам средства массовой информации как это правильная информация до людей донести чтобы как можно больше жизни сохранить тем это была программа открытый диалог у нас гостях был советник начальника московской областной спасательной службы игорь тамчук полковник запаса но он ввел программу николай пименко до свидания и и и и и и и